Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 217 из учебника математика 6 класс Веленкин-Жохов. Давай откроем учебник и прочтем условия задания. Разделите числитель и знаменатель каждой дроби на 3. Запишите соответствующее равенство. И даны вот такие вот дроби. Итак, чтобы мы могли свободно делить числитель и знаменатель каждой дроби на 3 и понимать, что мы можем это делать, нам нужно знать основное свойство дроби. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. И тогда тебе станет все-все понятно. Итак, я только кратко напомню, что если числитель и знаменатель, дроби, умножитель и разделить на одно и то же натуральное число, то получится равна ей дробь. То есть мы можем ставить знак равно. Смотрим, первая дробь у нас 6 третьих. Нам нужно числитель и знаменатель каждой дроби разделить на 3. Так, 6 третьих делим 6 на 3 и 3 на 3. В итоге мы получим 6 на 3 – это 2, а 3 на 3 – это 1. 2 вторых. Так, посмотрим, вторая дробь у нас 9 шестых. Тоже делим числитель и знаменатель в дроби на 3. 9 разделить на 3 и 6 разделить на 3. В итоге получаем 3 вторых. Следующая дробь – 15 девятых. Делим 15 отдельно на 3 и 9 делим на 3. Получаем 15 на 3 – это 5, 9 на 3 – это 3. 5 третьих. И последняя дробь – это 21, 33. 21 делим на 3, 33 делим на 3. В числителе получаем 7, в знаменателе – 11, то есть 7 одиннадцатых. Вот и все на этом задании мы выполнили. Переходи по ссылке в описании на наш сайт, и там ты можешь решить самостоятельно похожее задание. Тоже такое же простое, но получить за это баллы. Каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают выполнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Кто не подписан, подписывайся на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.